Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Как только Дилан выходит за дверь, приходит Бэрон и спрашивает, куда вы идете. Джевдит видит Дилана и Барана у дверей особняка, но не может подойти к ним. Когда Дилан говорит, я собираюсь навестить свою семью, мне очень интересно узнать о моем брате, мне нужно его увидеть, Бэрон злится и говорит, я говорил тебе, что этого не произойдет. Когда Бэрон говорит, я возьму с собой твою семью, он говорит, хотел бы ты мне сообщить. Баран говорит, я бы хотел, чтобы ты сдержал мое слово, и Дилан заходит внутрь. Пока господин Кудрет и Джихан гадают, о чем Баран говорил с Дерией, Баран приходит в кабинет и берет на себя всю вину. Однако сканирование особняка не в силах Дерии, и она думает, что за этим определенно стоит кто-то еще. Баран задается вопросом, есть ли связь между Сабихой и Дерьей. Сабиха приходит к Дживахиру, и Дживахир угрожает Сабихе и вынуждает ее к сотрудничеству. Когда Дживахир намекает, что я тебя спас, Сабиха спрашивает, почему ты меня спас. Дживахир пригрозил Дерье взять на себя всю вину и обвинил ее в действиях Сабихи. Затем, когда я говорю Сабихе, что защищу ее в обмен на то, что я говорю, Сабиха соглашается и хочет уйти. Дживахир говорит, что хотел прекратить сотрудничество, потому что ложь его дочери была раскрыта, и Сабиха уходит. Они вызывают Дживдета домой со ложью о том, что Цеврия болен, и пытаются уговорить его не рассказывать все это в унисон. В этот момент раздается звонок в дверь, Бэрон послал человека, чтобы тот отвел их в особняк. Когда Джихан приходит к Барану и говорит, почему ты не веришь Дерье, она дала очень логичное объяснение, он понимает, что Баран что-то скрывает. Затем он убеждает ее поделиться, и Бэрон говорит, что она сказала, меня не похитили в день свадьбы, я сбежала. Но это вообще не может быть правдой, тетя не убегает и говорит, что тут что-то не так. Пока Делан готовилась к встрече с семьей, пришла госпожа Азади и крикнула, как вы смеете приглашать гостя. Приходит Баран и отсылает Делана, говоря, я пригласил ее. Тогда бабушка отправляет его в гостиную, говоря, я уверена, ты сможешь пройти в гостиную и поприветствовать наших гостей, как подобает Коробеям. Пока Делан готовится, к нему приходит Бэрон и выбирает платье, которое он наденет. Делан говорит, что темно-синий цвет тебе очень идет, просит его надеть это и дает ему темно-синий костюм. Делан очень взволнованная и счастлива, но думает о том, что беспокоит ее брата и разговаривает с Бараном. В то время как Делан говорила мне, что я очень счастлива стать тетей, Баран была именно такой, как я чувствовала, когда моя мать забеременела Джиханом. Они оба рассказывают о своем детстве и улыбаются. Когда Бэрон говорит, ты была очень хорошим ребенком и будешь очень хорошей матерью, Делан говорит, я уверен, что ты будешь отличным отцом, независимо от того, насколько ты серьезен. В этот момент лицо Барана падает и когда Делан спрашивает, я думаю о Кереме и говорю, у меня так много воспоминаний, сколькими вещами я с ним поделился, наши дети учились, играли и росли вместе. Господин Кадрет проводит новое расследование безопасности особняка. Пока госпожа Азади нервно сидит у бассейна, к ней приходит Хасан и критикует семью Делана. Госпожа Сабиха решила отказаться от поездки и выступить на стороне Джавахира и защитить Делана и Барана от их зла. Пока Гуль едет на встречу с Салихом, Ферат внезапно разбивает машину перед ней, заставляет Гуля сесть в машину и уезжает. Салих немедленно звонит Азади Ханем и рассказывает ей, что сделал Ферат. Госпожа Азади злится на Ферата и говорит, что я знаю, что с тобой делать. Семья Делана приходит в особняк, господин Кудрет, Джахан, Баран и Делан подходят к двери, Делан обнимает свою семью одного за другим и счастливо улыбается. Когда он обнимал и поздравлял Джавдета, Джавдет сказал, нам нужно поговорить с тобой сегодня о чем-то. Делан говорит, хорошо, брат, давай поговорим, и их приглашает войти. Леди Азадет загоняет Делана в угол у двери и говорит, ты принимаешь гостя, когда станешь леди. Мне бы хотелось пролить кровь твоего брата вместо того, чтобы сделать тебя невестой в моем доме. Джавдет и Ханифе Ханифе слышат этот разговор. Мисс Ханифе, ты это слышал? Она предупреждает меня, а, сынок, ничего не говори. Госпожа Ханифе говорит, что мы не смогли приехать на похороны из-за состояния Цеврии. Мне очень жаль, мои соболезнования, нам очень жаль. Говоря о смерти Керема, господин Кудрет говорит, что с одной стороны есть смерть, а с другой – рождение, пусть ваши дети родятся удачей и уйдут. Делан с волнением говорит, я тоже еще жив, папа Кудрет, я очень счастлив и взволнован, разве это не прекрасное чувство, брат? Но Джавдет далеко, он не слышит Делана. Цеврии говорит, что он бродит вот так с тех пор, как получил известие, чтобы сократить разрыв. Когда мир злится и просит Гуля уложить меня, Феррат останавливается, и Гуль выходит из машины, Феррат извиняется и просит прощения. Хотя Гуль не говорит, я прощаю, когда она слегка улыбается, Феррат подпрыгивает от счастья. Когда Гуль говорит, не волнуйся, посмотрим, Феррат говорит, моя роза, мой прекрасный цветок, конечно, я подожду, пока ты не скажешь, что я прощаю тебя. Когда госпожа Азади пытается сделать замечание по поводу воспитания детей, баран заставляет ее замолчать. Госпожа Азади уходит от них со словами, у меня немного болит голова. Когда Дилан встает, чтобы освежить чай, Джефдит встает и взволнованно спрашивает Ханифе, куда ты идешь. Когда Джефдит хочет выпить воды, Ханифе останавливает его, говоря, я принесу, и следует за Диланом на кухню. Пока госпожа Ханифе ругает Дилана на кухне, спрашивая, почему вы сводите сума Гэжуазади, я тебя так воспитала, слышит Бэрон и подходит к ним. Настроение Дилана очень плохое из-за того, что он слышит ругательства за ругательствами. Баран приходит к ней и ласкает ее, говоря, что она очень нежная и красивая. Он помирился с Ферратом Дюлем, и их настроение восстановилось. Они разделились, чтобы войти в особняк по отдельности. Входит Дилан и Баран, и пока Джефдит уходит подышать свежим воздухом, Дилан спрашивает разрешения и идет в ванную. Когда Гуля идет к особняку с букетом цветов и плюшевым мишкой на руках, Феррат следует за ней. Госпожа Азади наблюдает за ними издалека и злится. Дилан, которая разговаривает с Джевдетом Цеврии об их ребенке, думает о том, что произошло, когда она стала невестой. В этот момент к нему подошел Дилан и спросил, что ты хочешь сказать. Джефдит ответил, да, брат, давай поговорим. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok